Кот Харат Пап Собственно, сегодня 17 марта Святой Патрик День Профита, День Зеленой Шляпы И Золотого Счастливого Клевера Всем Профита, друзья Я, Алекс Пришел вот праздновать Это замечательный праздник, заходим Продолжение следует Всем привет, это я, Алекс Всех поздравляю с Святым Патриком С праздничным днем Святого Профита Золотого Трехлистника Зеленой Ирландской Шляпы Всех, кто верит в удачу В доброту В радость, в счастье Это я, ваш Алекс Мои партнеры, всем привет Наиль, Раиль, Дима Хатов Дима Авиатор, тебя поздравляю С рождением дочкой Здесь начинается уже концерт Дудят во все Люди тренируются Посмотрим Длинные Прежде чем, что играешь Типа, затраиваешь ботон, ты В ритул с него что-то Да Дима Авиатор, ты Дима Авиатор Здесь, я не знаю Дима Авиатор Здрасте С рождением Что говоришь там Все, что билет И шел на холдавку Все С пивочкой Воздух Я зашу-то же Работа для начала Гиннеса у нас тут хватает, целая коробочка. Самое лучшее пиво в мире это Гиннес. Ирландская арфа. Итак, всех с праздником, но тем не менее я хотел сказать одну фишку. Я вывел одно новое направление в нашем инвестиционном рынке. Это называется реф пролив. Суть этого явления достаточно не очень веселая. К сожалению, есть некие такие команды людей, которые создают проекты с очень глубокой реферальной программой. И цель этих создателей проектов встать наверху реферальной системы и путем приглашения под себя структур млм, млмщиков, рефоводов, блогеров создавать так называемые явления реф пролива. Когда все средства проливаются через реферальный маркетинг и оседают в карманах вышестоящие структуры у так называемых создателей. Сами админы, конечно же, находятся наверху в структуре, под ними регистрируются их замы, их друзья, под ними уже первый приглашён и так далее. В самом низу, конечно же, структуры находятся обыкновенные люди, которые ничего не подозревают, которые верят в идею, тупо вкладывают, никого не приглашают. Естественно, получается так, что примерно половина всех средств оседает в карманах реф пролива, а 50 процентов расходятся по маркетингу с пассивным процентом. В результате получается так, что почти все инвесторы теряют средства, а создатели реф пролива получают мощнейшие огромные профиты. Характерность реф пролива – это отсутствие какой-либо идей или слабая легенда, наличие огромное количество MLM-мешуток, MLM-сетевиков, слабый сайт, слабая подготовка, очень много воды, мало конкретики и, как я сказал, как результат, в результате люди теряют средства. Поэтому, господа, вот принимайте новое явление, называемый реф пролив, от меня, от Алекса, известного как Алекс Кэп. Итак, с вами Алекс, всех с праздником, всё будет хорошо.